Римлянам 4 глава Спасибо, что вы будьте благословены, пусть это слово нас благословит и будет назидать, и даст нам мудрости на каждый день, и силы даст, потому что Божья правда – это есть сила в нашей жизни. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называл блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блаженн человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие состоит, относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вменилась, вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И в знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезания, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. И если утверждающиеся на законе суть наследники, то четна вера, бездейственное обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложным для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называвшим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил, с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочислено будет семя твоё. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба, сарин в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл твёрд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силён и исполнить обещанное. «Потому и вменилась ему праведность, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилась ему, но и в отношении к нам, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мёртвого Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, воскрес для опродания нашего». Вот какое замечательное послание нам. И давайте мы сейчас просто, я хочу некоторые слова, здесь некоторые стихи просто опять прочитать. Смотрите, мы сейчас, мы поняли, давайте сейчас поймём, что вот сейчас просто сделаем обзор всего, что мы прочитали. Значит, что здесь говорится, что Авраам, Авраам была, нам вменяется праведность через веру в Иисус Христа, да, через веру в кровь, кровь его пришла, мы поверили, и кровь очистила нас от всякого гнева, от всякого греха и поставила нас перед Господом праведными и святыми, да. Ну вот Авраам, смотрите, Авраам, он же в то время не было этой благодати, благодать пришла, когда Иисус пришёл, да, но в то время это же времена Старого Ветхого Завета, ну не времена Ветхого Завета, а, кстати, даже ещё прежде, чем Завет пришёл, Ветхе. Смотрите, что скажем, Авраам наш приобрёл по плоти, если Авраам оправдался делами, то он, говоря всё, он правильный человек перед людьми, но не перед Богом, да, потому что что говорит Писание, Авраам поверил Авраам Бога и это, он поверил в Бога, и это вменялось его в праведность. То есть, когда мы поверили в Бога, особенно сейчас, в нашу эпоху Иисуса Христа, Иисус Христос сделал, мы поверили в Его кровь, в Его искупительную, спасительную кровь, что Он сделал на кресте, мы это нам в праведность именилось, через нашу веру в праведность нам меняется, мы уже праведные через веру в Христос и Ста, да. Смотрите, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, да, а не делающему, но верующему, но верующему, в того, кто оправдывает нечестиво, вера Его вменяется в праведность, то есть наша вера вменяется нам в праведность, да. Смотрите, так и Давид, так и Давид называл ближним, блаженным, что такое блаженный? Блаженный – это благословенный, благо данного человеку, благословенный человек, которому Бог вменяет праведность в независимый отдел. Уже Давид сказал, и мы, нам вменялась праведность в независимый отдел, праведность через веру в Господь Христа, и мы благословенные. То есть я благословенная. Говорите, я благословенная, потому что мне вменилась правильность через веру в Иисуса Христа, через кровь Его, которая омыла меня. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Мы есть благословенные. Блаженный – это старое слово, благословенный – это перевод благословенного. Я благословенная, потому что мои беззакония прощены Иисусом Христом на кресте, и мои грехи покрыты. Они покрыты чем? Они покрыты кровью Иисуса Христа, омытой. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Я благословенная, потому что Господь не вменяет мне греха. Грех был омыт. Грех был уничтожен. Он уничтожен через мою веру в Него, через веру в Того, кто воскрес, умер за меня и воскрес. Веру в Того, кто послал, веру в Бога, Отца. Блаженство все относится к обрезанию или не обрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в правильность. Почему он пишет? Потому что они думают, что обрезанное, значит, уже правильное. Значит, обрезание, вот надо сделать обрезание, в этом есть вменится правильность. Но правильность вменилась Аврааму до обрезания. Он поверил до обрезания. И обрезание было как печать праведности. То есть он получил печать праведности, и вот это была печать. Но сейчас наш Дух Святой, запечатленный в нас, как залог, как залог, мы запечатлены Духом Святым. Это и есть обрезание. Обрезание нашего сердца через веру. Обрезается сердце наше. В сердце нашем живет теперь Слово Божие, Бог, само Слово, сама правильность Господня, сам Дух Святой внутри нас зашел. И это нас, это и есть наше обрезание. Смотрите, и отцом обрезанных, значит, им в знак обрезания он получил как печать правильности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась правильность. Да? Он стал моим отцом, я верую вне обрезания, и это вменилось меня в правильность. Да? Это написано. И отцом обрезанных, и отцом евреев, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Абрама, которую он имел вне обрезания. Да? Видите, как замечательно это все разъясняется, да? Ибо незаконом даровано Абраму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Да? Значит, незаконно было даровано и семени обетования быть наследником, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера бездействия обетования. Знаете, мне очень жалко, что многие в церкви, сейчас многие, как бы наши протестантские церкви, как бы ударились в эти законы, ударили в законы. Значит, если мы, если мы, значит, у законов, у законов. Вот это просто некоторые церкви, я на них смотрю, как будто бы это организация. Это организация с каким-то, какой-то правительственной организацией под названием «Мы христиане», да? Христианская называется, да? И разные названия, да? И там какие-то узаконили, вот это вот, мы должны вот так, вот только так молиться. Вот так по субботам мы должны делать омовение, да? Там раз в месяц мы должны делать хлебопринамление. Вот все должны прийти вот так, все должны одеться вот так, все должны говорить так, все должны вот, понимаете? И кто-то как-то немножко что-то сделал. Вы знаете, я уже говорю о таких динаминациях, например, например, вот Менониты, Амиши, вот это всё, они хотят, для меня это, знаете, ну, наверное, не про всех говорю, но человек, который идёт это делать вот именно такими делами, хочет угодить Богу, они себе ставят под закон, а где закон, там грех, да, то есть мы же не живём в незаконе, мы не делаем, мы не делаем ничего, заставляя себе в законе, да, там где закон, там нету свободы Иисуса Христа, там нету праведности, да, даденной нам даром благодати, да, там только закон, закон работает, и где закон, там смерть, да, поэтому, а где Дух Господень, там свобода, там жизнь, да, Господь есть жизнь, да, есть жизнь, я есть путь, Иисус Христос, да, смотрите, ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления, закон производит гнев, да. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщет на веру, бездействие на обетование. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, которые есть всем нам. Смотрите, и мы, так многочислено будет семя твоё, и мы в Аврааме унаследовали это через веру, унаследовали всё, что принадлежит все благословения Авраамовы, а не в нас. Посмотрите, потому и вменилось ему в праведность через веру. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, не к ним, Аврааму, это вменилось, но в отношении нам вменится и нам, верующим, того, кто верующим в Бога, кто воскресил из мёртвого Иисуса Христа Господа нашего, кто предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, предан за грехи и воскрес, чтобы оправдаться. Да? Скажите, что я оправданная, мои грехи омыты, я благословенна, потому что не вменяет Господь мне грех, потому что Иисус Христос сотворил и забрал всё это на кресте. Вот это такое слово. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! 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 А